И Катя сегодня правильно сказала, что, чтобы родиться в теле человека, это действительно очень большой дар, человеческое тело. Есть прекрасные фразы мудрецов на эту тему. В частности, Шанти Дева говорил уже такую фразу, которую мы цитировали уже во время тура, что невероятно трудно обрести драгоценное человеческое тело средство достижения высшей цели человека. То есть человеческое тело драгоценно. Почему? Потому что те ресурсы, которыми мы обладаем, мы можем максимально эффективно менять этот мир. В мире, в мирах более низших это недоступно, потому что у них нет ресурсов, у них нет осознания, что нужно это делать. Развития там, соответственно, тоже нет, потому что там перекос в сторону страданий. В высших мирах считается тоже нет развития, потому что перекос в сторону счастья. И только в человеческом мире это более-менее встречается, чаши весов уравниваются, и получается, что здесь возможно и преодолевать страдания с одной стороны, и в какой-то мере еще и развиваться. Считается, что чем драгоценное тело человека, что именно в человеческом мире возможно развитие вверх. И в частности, вот это колесо сансары, которое мы с вами видели уже много раз, из колеса сансары, из верхних миров даже тяжело выйти. То есть именно в человеческом мире можно совершить вот этот скачок, вот этот проброс, и действительно каким-то образом выйти за свою карму. Ну, понятно, что не за одну жизнь. Смотрите, если мы используем человеческое тело не для того, для чего в принципе задумано, и для чего его назначение в принципе есть, то получается, что мы некорректно поступаем. То есть если человек использует свое тело для того, чтобы, например, знакомиться как можно с большим количеством противоположного пола, да, и вот так проводить свое время, то просто в следующей жизни существует вероятность, что ему дадут тело более пригодное для того, к чему он шел. Потому что, ну, считается, что у животных такие удовольствия половые, они намного там раз превосходят то, что мы можем ощутить. Или если человек очень много кушал, там, жил для того, чтобы кушать, ему, соответственно, и дадут другое тело. Вот свинья, например. Представьте, мы различаем только пять вкусов, как нам бывает вкусно, а свинья различает сто вкусов разных. Ну, соответственно, вот. И среди йогов есть такое мнение, что использование чего-то не по назначению – это воровство. То есть воровство – это не только когда ты берешь что-то, что тебе не принадлежит, а еще и что-то, когда ты используешь что-то не так, как оно было задумано. То есть ты добавляешь хаоса, это сбалансовый этот мир. И, соответственно, ты что-то воруешь у этого мира. Хотела вам по этому поводу зачитать из книжки, такой хорошей. Был в Тибете, в 11-12 веках жил человек, которого звали Джегом Бопа. Это был прямой ученик Югина Милорепы. Вот очень часто тоже звучало имя Милорепы в туре. Вот это был его прямой ученик. Жил он очень долго, то есть больше 100 лет, почти 200 лет. И он оставил некоторые труды. Вот есть один его труд – четыре дхармы. В принципе, прекрасный труд, но сложность заключается в том, что четыре дхармы – это, в принципе, четыре строчки. То, что он завещал. И потом действительно начинается очень бурная работа по осознанию того, что же он, в принципе, нам хотел сказать. Я вам зачитаю из комментариев к этому труду некоторую выдержку именно про драгоценное человеческое рождение. Комментарий тоже составил один тибетец. В общем, комментарий, в принципе, довольно интересный. Если вы захотите, это очень интересный автор. Очень о многом заставляет задуматься. Еще у него есть произведение «Драгоценные четки для высшего пути». И так просто неимоверное кладезь познания себя. Если кто захочет, потом подойдите, посмотрите. Значит, что говорит нам Джага Мбопа об том, как, в принципе, реализовать себя, используя человеческое тело. Послушайте, пожалуйста. Тот, кто хочет пресечь безбрежный океан сансары, должен решиться приложить усилия, дабы уже в этой жизни достичь покоя и счастья, свойственных освобождению. Человеческое тело, которое трудно заслужить и легко потерять, это плод из свобод и дарований для изучения и практики Дхармы. Если вы его имеете, но не стремитесь им воспользоваться, вы никогда не выберетесь из океана сансарной жизни. Вы никогда не остановите поток череды жизней, полный множества разнообразных страданий. Вас будет носить по этому нестерпимому грозному и огромному океану сансары, приливы которого достигают высочайшего из миров, где повсюду расплескана пена болезней и старости, и не видно конца рождением и смертям. Если не будете практиковать пробуждающий путь к освобождению сейчас, то в будущем никогда даже не услышите слов «счастливое перерождение». Переходя из одной несчастливой жизни в другую, вы будете лишены метода, позволяющего вырваться из круговорота бытия. Поэтому сейчас, получив человеческое тело с его свободами и дарованиями, те из вас, кто наделен здравым смыслом, должны трудиться искренне и с большим старанием. Это принесет вам пользу и счастье. Так вы достигнете своей цели и поможете в этом другим. То есть вселенная, она очень глупая. Если она что-то дает вам, а вы это не используете, в следующий раз она может это и не дать. Как вот здесь написано, что если вы растратите то, что вам дано, вы даже не услышите потом о том, что в принципе есть метод избавления от этого. Потому что в животных мирах, в мирах головных духов и водах, как правильно об этом не говорят. Там столько страданий, что они даже на минуту не могут задуматься о том, что это можно хоть как-то прекратить. Вот, друзья, поэтому... В общем, старайтесь максимально адекватно, хотя бы здраво относиться к тому, что вы делаете, максимально осознанно. И не воровать у самих себя. То есть обкрадывайте вы только как бы самих себя. Существует такое мнение, что рано или поздно, помните, как Андрей уже рассказывал, Будда даже Девадате дал предсказание о том, что он станет Буддой. То есть даже если Девадата, да, станет когда-то просветленным, то мы все с вами рано или поздно тоже к этому придем. Проблема... Ну, вопрос только в том, сколько раз мы будем как бы падать туда и возвращаться сюда, прежде чем это случится. Ну, можно как бы сократить этот промежуток достаточно, я думаю, ощутимо. Что я имею в виду, когда я говорю про осознанность? Вот очень часто вы слышите выражение осознанности или спокойный ум, да, успокоить ум. Ну, йога — это о том, чтобы успокоить ум. Ну, что это, в принципе, значит на практике? Понять не всегда легко. Я вам предлагаю рассмотреть сейчас объяснение, которое дает одна из техник буддийских випассана, или випашина, как ее называют. Значит, в чем там есть идея? В том, что осознанность, они называют это памятованием. То есть в чем она состоит? То есть каждое действие наше, каждая мысль, каждый вдох и выдох, оно, вот это все должно совершаться так, как будто мы это совершаем первый раз в жизни, и никогда этого не было еще у нас. То есть и в этот момент проявляется максимальная осознанность. Потому что когда вы, в принципе, пробуете что-то вообще в первый раз, согласитесь, у вас внимание максимально сконцентрировано, вы не знаете, что будет, и вы ждете, как же это проявится. Вот, в принципе, випассана, она дает такую технику вот жизни в таком ключе. Как этого добиться? Там есть техника медитации именно, когда вы садитесь. В принципе, это то, что мы с вами пытаемся делать по утрам, когда вы садитесь и настолько осознаете, например, собственное дыхание. Мы же никогда особо не задумываемся о нашем дыхании, да? Оно всегда есть с нами, и оно помогает нам жить, и мы не обращаем на него внимания. А тут мы стараемся каждый вдох сделать так, как будто это первый вдох в жизни, и другого больше не будет. То есть максимально его почувствовать и услышать. И выдох сделать такой же. Поэтому в этой технике, если ее освоить, в какой-то степени приложить усилия, и уже будет получаться, ни в коем случае не станет скучно. Ни в коем случае не станет... Вы не устанете, потому что это все время восприятие вот этого мира через дыхание. Это как одна из... В принципе, когда вы моете посуду, я думаю, это тоже работает. И когда вы совершаете любое действие, даже когда вы просто гуляете, я думаю, увидели вы у дерева будхи, когда ходили там... Были японские гости, которые ходили очень-очень медленно. Видели, они там поднимают вот так вот ногу, там вот медленно очень... В принципе, это тоже имеет общее что-то с вот этой осознанностью, когда они пытаются прям каждое микро-мгновение осознать и прочувствовать. Очень часто используется именно в японском буддизме такая техника. Ну, в общем, не случайно. Поэтому, друзья, все знают, в принципе, все, думаю, знают и про яму, и не яму, и про десять заповедей тоже слышали, да? Знаете, что воровство — это грех, поэтому... Субтитры создавал DimaTorzok